Врачи без границ покидают Ливию. Медики больше не хотят лечить людей, замученных пытками. По словам докторов, из больниц пациентов вновь отправляют на бесчеловечные допросы. На сегодняшнем заседании Совета Безопасности он дипломаты признали, что новая ливийская власть установила в стране режим террора. О том, с чем осталась Ливия после убийства Каддафи, наш обозреватель Андрей Медведев. Даже врачи без границ оказались не способны работать там, где насилие, цинизм и криминал перехлестнули все мыслимые границы. Демократические силы, которые пришли к власти, свергнув диктатора Каддафи, начали активно насаждать либеральные ценности. Врачи без границ передали журналистам собственные съемки. Так лечат и спасают от смерти замученных во время пыток людей. За все время работы в Ливии врачи прооперировали 115 заключенных, а всего в тюрьмах сейчас около 8,5 тысяч человек. Большинство из них виновны лишь в том, что не поддержали новую демократическую власть. Нам привозят этих людей с так называемых допросов. Хотят, чтобы мы привели их в чувства, а потом снова увозят на допрос. Вообще врачи без границ, ребята с крепкими нервами. Они работали во многих горячих точках и на Ближнем Востоке, и в Африке. Так что надо понимать, в Ливии происходит что-то из ряда вон выходящее, если медики решили свернуть свою миссию в Месурате. Еще есть заявление организации. Для нас это неприемлемо. Наша задача помогать раненым на поле боя и военнопленным. Но мы не можем приводить чувство пациентов между сеансами пыток. Происходящее в новой демократической Ливии проще всего описать в нескольких словах. Махновщина и бандитская вольница. Переходный национальный совет ситуацию в стране не контролирует. Банды воюют друг с другом и с правительственными частями. Точнее с теми бандами, которые выступают на стороне правительства. Всю последнюю неделю тяжелая обстановка складывалась вокруг города Банни-Валид, который якобы захватили сторонники Каддафи. На самом деле, точнее будет сформулировать так. Город захватили некие вооруженные люди, которых новые власти поспешили назвать сторонниками Каддафи, чтобы оправдать резню, которая, несомненно, будет при штурме города. При этом старейшины Банни-Валиды уже заявили, что формируют собственное правительство и отказываются подчиняться Триполе. Стотысячный Банни-Валид считается неофициальной столицей бедуинского племени Варфала, которая до последнего времени поддерживала бывшего диктатора. За происходящим в стране ливийцы наблюдают с ужасом, строя блокпосты, создавая ополчение в своих городах и деревнях. Наши власти не сделали ничего, чтобы нам спокойнее жилось. Все мы тут волонтеры. Власти там что-то решают между собой, а до нас им как бы и нет дела. Тут еще и непонятно, что такое новая власть, если она вообще в Ливии неформально, а по-настоящему. Совет безопасности ООН ситуацию в стране обсуждал весьма бурно. Верховный комиссар ООН по правам человека, Нави Пиллой, представила информацию о том, что банды и полевые командиры имеют десятки собственных тюрем, где без суда и следствия сидят тысячи людей. Мы вынуждены все чаще критиковать правительство Ливии за неправильные действия, особенно в последние дни. Мы уже не видим здоровых демократических процессов. Зафиксированы даже случаи насилия. Эта милая корректная формулировка британского дипломата и правозащитника про случаи насилия, конечно же, даже на одну десятую не отражает происходящего в Ливии. Каддафи, разумеется, был диктатором, его режим трудно назвать человека-любивым, но каких чудовищ породит нынешний ливийский хаос, предугадать вообще невозможно. Андрей Медведев, есть.